Из поэтов и писателей Серебряного века Блок на протяжении всего XX века пользовался особой популярностью и пользовался он этим благодаря тому, что написал поэму «12». Я работаю в институте русской литературы в Пушкинском доме, который находится на стрелке Васильевского острова. И с 1980 года мы готовим полное академическое собрание сочинений Блока. Там о лирике, прозы и один том драматургии уже вышли. В настоящее время мы занимаемся подготовкой записных книжек и писем. И надо сказать, что вот так, как воспринималась личность Блока на протяжении XX века, ну, с одной стороны, это замечательно, потому что это была возможность читать Блока всем, в отличие от того, как, например, Мережковский, Гиппиус и другие писатели, эмигрировавшие, не издавались, не переиздавались, и доступа к их произведениям не было. Но, с другой стороны, он понимался привратно. И сегодня, конечно, настало время переоценить личность Блока. Ну, с одной стороны, вот такой парадокс, что он по своим семейным корням тесно связан с эпохой позитивизма. Его дед Николай Николаевич Пикетов был ректором университета, значит, двоюродный дедушка Андрей Николаевич, извините, Пикетов, значит, биолог, ректор. Николай Николаевич химик. Его тесть Дмитрий Иванович Манделеев, значит, тоже известный химик. А сам он считал себя мистиком. И вот что такое мистика, да, что такое мистик, вот как принимал Блок? Вот сегодня, в эпоху IT-технологий, в эпоху, когда мы другим способом получаем, обрабатываем информацию, вот интересно, что такое мистика. То есть Блок был фигурой не идеи, он был человеком непубличным. Он умел в обществе молчать, сохраняя вот такое вот значимое лицо. То есть молчание его было значимым. Он селился на последних этажах и на окраинах, в людских. Значит, почему это ему все было надо? То есть он считал, что существует некая внешняя жизнь, и для него, кстати, словом ругательным было слово «чер». Ну и отчасти слово «чиновка», в плохом смысле этого слова. А он считал, что истинный смысл жизни, вот он происходит где-то в глубине духа, недоступное общество. И вот там происходят некие, значит, гармонические, ритмические процессы, которые равняют человека со всей вселенной. И что такое поэт, говорил Блок? Это не тот человек, который пишет стихи, а напротив, он пишет стихи, потому что это единственный способ получения вот этой информации и донесения ее. То есть главный в жизни он считал ритм. И общество жизнеспособно, пока оно слышит некий ритм, пока оно гармонично, пока оно, значит, как-то отвечает вот стихии вселенной. И оно обречет...